всем привет дамы и господа мои дорогие зрители и подписчики с вами ваш неутомимый алка сенсей который продолжает для вас исследовать планету под названием алкоголь и сегодня у нас заключительная четвертая стадия обзоров на чачи олд кахети чача олд кахети выдержанная в дубе вот таким вот образом она выглядит снаружи предыдущие три части это олд кахети классик олд кахети тарагон и олд кахети ханы мед вы можете посмотреть по этой ссылочке кто еще не видел посмотрите вроде бы даже понравилось зрителям неплохие просмотры на некоторых видах чач ну а мы завершаем так сказать наш яркий интересный поход к чачам олд кахети вот этим вот выдержанным вариантом давайте сейчас мы с вами все вместе прочитаем что написано английский ставим фото и переводим я извиняюсь зарапортовался и сразу не перевел значит чача приготовлена из виноградного пюре по древнему традиционному грузинскому методу приходящему из региона кахети в течение зимы виноградное сусло хранится в керамической амфоре квеври закопанной под землю после его перегоняют медных сосудах после дистилляции свежесобранные ягоды винограда обогащают напиток нежным ароматом и добавляют разнообразию вкусу лучше подавать ледяным со свеже нарезанным имбирем при температуре 26 градусов теперь мне непонятно где эта самая выдержка дистиллят и так в общем в чача выдержанная в дубе написано чача выдержанная в дубе без указания срока выдержки но я думаю что тут тоже не более чем год никаких указаний на то что здесь используется краситель нет закусывать мы будем прекрасной соляночкой которую приготовила наш любимый ассистент мариночка находящаяся сбоку от камеры вот этот вот лимончик сюда мы кинем один-второй немножечко без косточек оливки без косточек оливки черные маслины по моему зеленый вот этим они отличаются если я не ошибаюсь если ошибаюсь поправьте в комментариях так хорошо ну давайте же поскорее откроем и попробуем что еще интересного розлив 27 декабря 2022 года почти год назад сейчас у нас октябрь напомню 4 октября 23 10 месяцев назад был розлив 10 с половиной точнее 9 так обычная классическая пробочка давайте открылась наливаем по традиции вот в эту емкость чтобы почувствовать данная чача крепостью 45 градусов нашему ассистенту любимому нальем как видите цвет соответствует тому что напиток выдерживался в бочках такой слегка золотистый слегка золотистый из предыдущих видов данной чачи олд кахети данного бренда олд кахети мне понравились больше всего медовый вариант на второе место я поставлю классическую олд кахети из рислинга по моему она была сделана из нет из ркацители из ркацители извиняюсь и на третье место поставлю чачу террагон или астрагон или же попросту говоря тархун чача которая идет с добавка с добавка настойки тархуна подробности еще раз говорю можете посмотреть вот в уголочке будут все три обзорчика выложены ну а мы с вами непосредственно к нашей так сказать выдержанной в дубе так ну классический вариант никакого негатива не чувствую так давайте же мои дорогие у нас уже почти пять минут а мы не выпили ни разу за наше сотрудничество плодотворное почти три года уже вы смотрите мои обзоры и вроде бы и вроде бы вам нравится чача крепкая 45 градусов ну что мне понравилось сейчас никакого привкуса или аромата кофейного или шоколадного который присущ выдержанным напитком в дубе я не ощутил это классно не ощутил я и какого-то сеушного негатива особо да нету вроде нету но спиртуозненько спиртуозненько пьется под закуску ребятки под закуску в чистом виде я вам скажу довольно таки проблемно будет пить главное что я забыл сказать данная чача продается в россии буквально вчера в комментариях мне мне написал зритель который взял чачу классик олд кафете в магазине брестоль за 499 рублей написал было прекрасная дегустация у него он остался доволен поблагодарил за совет по поводу хорошего напитка поэтому за 500 рублей если вы найдете такой напиток это будет просто фантастика потому что здесь мне данный напиток акция на него уже прошла я брал по 20 лари это 800 рублей а сейчас уже 2450 это 1000 рублей 1000 рублей за объем 05 я заплатил поэтому в два раза дешевле это просто фантастика реально фантастика ну давайте попробуем соляночку весьма вкусненько вкусненько ну давайте еще по одной и продолжим наше общение чач очень много я нашел магазин который буквально забит разными видами чач всякие разные бренды вы знаете что у меня уже очень много проб по этому напитку но я имею ввиду не алкохетия не только алкохетия но и всякие другие типа милдиани там барани я сейчас не помню не буду называть наизусть но у меня их уже очень много у меня зрители начали называть ты говорит единственный в youtube и кто столько часть дегустирует вот я хочу как бы углубиться в эту тему и полностью 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 раскрыть тему часть насколько я смогу это сделать насколько я смогу это сделать так вкусно солянка дебест кушать готов наш ассистент сидит не шелохнется не жива лишь бы звук не издать лишний можно кушать кушенька . так если на дегустации мы выпиваем ну скажем так треть бутылочки на двоих то все остальное не становится в дальний шкафчик буквально уничтожается на вечерних или ночных наших стримах поэтому подписывайтесь чтобы не пропустить прижимайте колокольчик все уведомления и к вам должно прийти уведомление что начался стрим на ютубе у нас весело интересно ну люди приходят им нравится многие даже ждут пишут глеб когда стрим мы готовы поэтому я смотрю на обратную связь и понимаю что стримы довольно востребованы востребованы это приятно это приятно давайте чем чем приятный такой золотистый цвет я еще раз подчеркну не знаю добавляют красить или нет или нет но в составе это не указано думаю что все таки это дает бочечка такой легкого легкую желтизну да она имеет несколько иной оттенок привкуса и аромата по сравнению с классической есть какая-то вот все таки чуть-чуть такая легкая дубовость может быть легкая легкая горчиночка такая знаете на уровне фола еле-еле заметно и мы еще раз подчеркну никакого отношения к бренде данный напиток не имеет как довольно часто бывает когда берешь выдержанную чачу она белки-палки и в аромате и во вкусе прямо почти практически как коньяк такой дешевый 3 звездочный это пьется как чача аромат как чача только с небольшими такими нюансами скажем так нюансами добавочками давайте чуть вдалем в общем первые три вида чачи алкохети были изумительны на утро я не снимал по моему утреннее резюме или снимал на одну на какую то сейчас не помню но они все три вели себя очень круто утром никаких негативов не было я думаю что с этой будет то же самое надеюсь во всяком случае поэтому ребят я вам рекомендую попробовать особенно подчеркну если вы найдете эти и и по акции за 499 рублей я не знаю но это просто даром фактически паша дистиллят сделан добротно я чувствую прям и аромат и вкус винограда сырья пьется приятно но под закусочки в чистом виде не не давайте чем-чем мои дорогие по чуть-чуть 45 градусов солянка класс могут солянку кидаете вареную колбасу вот мы нет на кто-то кидает вот я считаю что в солянке вареной колбасы быть не должно напишите в комментариях кто со мной согласен вкусняшка вкусняшка ну что дорогие зрители пишите в комментариях может быть темы на которые хотели бы чтобы происходил разговор в обзорах кроме обзоров я с удовольствием сниму какой-то тематический ролик про алкоголь какую-нибудь философскую беседу про алкоголь пожалуйста напишите кому что интересно я обмазгую и постараюсь все это воплотить в лучшем виде а сейчас давайте выпьем еще по одной напиток хорош обзор чаще мы обязательно продолжим я же с вами буду прощаться надеюсь до новых роликов всех обнимаю крепко жму руку ваш алкоголь сенсей и и Продолжение следует...